60% россиян интересуются достижениями науки и техники. Причем в городах-миллионниках этот процент гораздо выше. И большинство жителей нашей страны поддержали бы решение своего ребенка или внука желания стать ученым. Таковы данные опроса, проведенного накануне 1 сентября Всероссийским центром изучения общественного мнения. Здравствуйте! Это программа КФУ «Итоги недели». Мы вместе с вами открываем новый телевизионный сезон и новый учебный год. Будем рассказывать все самое интересное из жизни университета о научных достижениях и образовательных технологиях. Сегодня в программе. Многие вопросы, которые у нас очень беспокоили, вы даете здесь решение. Особенные условия. Почему в КФУ решили открыть детский сад для аутистов? Дай Бог, этот год не будет таким сложным, как предыдущий. Хотелось бы, чтобы вы все программы проходили в очном формате. Школьная пора. Как университетские лицеи начнут новый учебный год. Все иностранные граждане из всех абсолютно стран смогут приехать на обучение в Российскую Федерацию. Миссия выполнима. Каковы итоги приемной кампании в КФУ? Университет в этом году начал реализовывать практически все основные программы. В добрый путь, что предстоит Казанскому университету в грядущем образовательном сезоне. Новый учебный год в Татарстане, как и в большинстве регионов России, начался традиционно в очном формате. Вузы и колледжи приняли своих студентов. Для некоторых из них 1 сентября даже стал учебным днем, а в школах прошли торжественные линейки. Но сегодняшнюю программу мы начнем с истории про самых маленьких. То, что для них делается в Казанском федеральном университете. В первый день осени в Казани открылся специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра. У детского сада есть название «Мы вместе». Именно этот девиз станет основополагающим для воспитателей дошкольного учреждения, родителей детей и специалистов КФУ. Именно ученые и руководство университета стали инициаторами открытия уникального даже в масштабах России детского сада. Дошкольное учреждение полностью адаптировано для детей-аутистов. Какие в нем условия и как выстроена работа, увидели президент Татарстана, а также заместитель министра науки и высшего образования России. О методике и научных исследованиях казанских ученых им рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров. В чем же уникальность детского сада и каковы его перспективы, узнаете далее. Смотри, что это у нас. Кариму 4 года. Он не говорит, не смотрит в глаза собеседникам и не может удерживать внимание на чем-либо. У него расстройство аутистического спектра – аутизм. Первые признаки заболевания появились 2 года назад. Родители Карима не могли поверить в то, что произошло. Он перестал реагировать, перестал говорить те слова, которые говорил. Как будто вот какой-то вот остановился в развитии, и все, ребенок. Другой стал. Я помню, у меня столько злости было на себя, потом на ребенка, потом непринятие вот этой всей ситуации. Что-то не могло со мной случиться, с моим ребенком. Гульнара Низамудинова знает, от аутизма нет таблетки, но его можно скорректировать. И потому попасть в детский сад «Мы вместе» – большая удача. Это первое в России дошкольное учреждение, которое применяет комплексный подход. С детьми и их родителями одновременно занимаются педагоги, медики и психологи. Детский сад работает при Казанском федеральном университете. К процессу коррекции подключены лучшие ученые Татарстана. Сейчас мы проводим входную диагностику для того, чтобы в дальнейшем отслеживать, как изменяются когнитивные функции у деток, которые получают здесь коррекционную помощь, как эволюционирует их речь. И это будет результат совместной работы и медиков, и психологов, и лингвистов, специалистов разного профиля. Кроме этого, результаты диагностики помогают составить образовательную программу для каждого воспитанника. Также выясняется, сможет ли ребенок учиться самостоятельно или необходимо сопровождение родителя. Наша задача – обучить ребенка всем навыкам, чтобы он пошел в ресурсный класс общеобразовательной школы или в обычный класс с норматипичными сверстниками общеобразовательной школы. Детский сад рассчитан на 10 групп по 5 человек. При разделении учитываются возрастные и умственные способности детей. Еще 70 семей ежемесячно будут находиться на консультационном сопровождении. Учебный план наш отражает специфику данных детей, и туда внесены как раз такие занятия, как естество научное знание, логика, лего-конструирование. Впервые об этом проекте заговорили в 2018 году. Тогда же начался капитальный ремонт здания, в котором ранее находился Институт гуманитарных знаний. Финансировался ремонт из республиканского бюджета, а в этом году кабинеты оборудовали современными методическими пособиями и технологиями. Особенно детей привлекают музыкально-вибрационный бассейн с сенсорными шариками в ресурсном кабинете. С детьми мы занимаемся разгрузкой психической, эмоциональной, а также развитием высших психических функций. В данном бассейне очень много интересных режимов. То есть с помощью вибрации музыки дети ее ощущают и всеми внутренними органами, развивается моторика, память, внимание, мышление. Это мы делаем все в процессе. Туда же мы и несем и картинки, и игрушки. Над программой дошкольного образования детей с расстройством аустического спектра ученые КФУ трудились более трех лет. И работа продолжается. Ежегодно количество людей с аутизмом в мире увеличивается. 30 лет назад об этом заболевании знали единицы. Сегодня же диагноз ставят одному из 160 детей. Только в Татарстане с этим диагнозом зарегистрировано 870 ребят. Перед нашей командой стоит задача создания методической базы по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. В первую очередь это для специалистов образовательной сферы, для студентов факультетов кафедр психологии и дефектологии, а также пособий для родителей по применению методов с доказанной эффективностью в домашних условиях. Его нужно учить и бытовым навыкам. Даже вплоть до того, как и зачем пользоваться ложкой, зачем пользоваться чашкой, как ходить в туалет. Подготовка и переподготовка специалистов – еще одно направление проекта. На базе детского сада проходят лекции и стажировки для студентов КФУ. Зарина Гимбатова учится на логопеда. Считает, что благодаря этому проекту у нее появится конкурентное преимущество. Опыт работы с детьми разного уровня развития. У меня есть маленькая сетра. Вообще она не умела выговаривать букву «Л» в детстве. И я постоянно поправляла ее. Со временем она как-то научилась разговаривать. И потом, когда я уже закончила колледж, я подумала, что хочу быть логопедом. Практика показала, что у нас все-таки недостаточная профессиональная осведомленность работающих специалистов об особенности группы детей с расстройством аутистического спектра. И многие, конечно же, опасаются с этими детьми работать из-за того, что не владеют полной информацией, не владеют теми методами, которые эффективны. 1 сентября детский сад посетил президент Татарстан. Он побывал в кабинетах психолога, логопеда, в центре сопровождения семьи, по лаборатории научного экспериментирования и в кабинете лечебной физкультуры. Увиденное впечатлило Рустам Мениханова. Я думаю, что многие вопросы, которые нас очень беспокоили, вы даете здесь решение. Мы и вам родители, у терпения. Это ваш ребенок, какой бы ни был, он ваш ребенок, и надо его подготовить к жизни. Рустам Мениханову презентовали план развития проекта. Ректор КФУ Ильшат Кафуров рассказал о строительстве медицинского центра, в котором дети с аутизмом будут получать лечение. Здесь будут лаборатории специализированные, которые будут работать в этом направлении. Здесь будет только ученая работа. И здесь же сделают отдельный консультационный центр для родителей. Дети дождя. Так иногда называют аутистов. Отчасти потому, что большинство из них любят дождь и будто прячутся за ним. Коллектив детского сада делает все, чтобы приоткрыть эту пелену. Гульнара Низамудинова надеется, что у них получится. Ее маленький Карим вновь взглянет ей в глаза с пониманием и любовью. Я очень надеюсь, что в ближайший год, через год, я уже увижу ребенка, услышу от него уже такую обращенную речь. Мама, я тебя люблю, папа, я тебя люблю. Это самое главное, наверное, чтобы был счастлив. Луиза Сагитова, Радмир Савиуллин, КФУ. Итоги недели. Работа с детьми – это одно из важнейших направлений Казанского федерального университета. А если это работа с талантливыми и одаренными школьниками, ответственность за их будущее вырастает вдвойне. Поэтому учебные заведения, действующие при КФУ, ведут тщательный отбор, а затем и подготовку будущих кадров для высшей школы, не только татарстанских университетов. Выпускники лицея в КФУ с блестящими результатами поступают в ведущие вузы страны. Ведь среди них самый высокий процент победителей и призеров Олимпиад, обладателей высоких баллов по ЕГЭ. И даже на летних каникулах они не сидят дома, а работают над проектами, участвуют в интеллектуальных турнирах. Но День знаний все они традиционно встречают со своими одноклассниками и любимыми учителями. В этом году в школах при КФУ учебу начали почти полторы тысячи человек. Как начался новый учебный год для лицеев Казанского университета, расскажет Ольга Журкина. Яркие букеты, радостные улыбки и, конечно, волнение. В этом году новый учебный год стартовал в очном формате. За парту общеобразовательных учреждений Казанского федерального университета сели 1438 человек. Многие из них – отличники учебы, победители образовательных конкурсов и Олимпиад. Дай Бог, этот год не будет таким сложным, как предыдущий. Хотелось бы, чтобы вы все программы проходили в очном формате, встречаясь друг с другом, обсуждая проблемы и радуясь успехом друг к другу. Лицей имени Лобачевского – настоящая кузница студентов для университета. Выпускников лицея многие называют интеллектуальной элитой страны. Только стаубальников в этом году здесь 6 человек. 1 сентября за парты сели 613 учащихся, из них – 175 новых ребят. 31 медалист у нас в этом году. Все медалисты подтвердили, а надо было набрать определенное количество баллов, чтобы подтвердить медаль. Все наши медалисты подтвердили свои медали, свой высокий уровень знаний. И этому мы тоже несказанно рады. Больше половины учеников лицея имени Лобачевского – участники Олимпиадного движения. На днях в копилку побед добавилась еще одна. Лицеист Ренат Каримов занял абсолютное первое место. В пятой – Европейской Олимпиаде юниоров по информатике и удостоился золотой медали. Олимпиада по информатике. Было два дня, и в каждой из ней было по три задачи. Нужно было решать их в течение четырех часов. Максимально можно было 600 баллов. Подготовкой Рената к Олимпиаде занимался учитель информатики высшей квалификационной категории, заслуженный учитель России, народный учитель Татарстана Сергей Михайлин. Ну, участвовало 30 стран, 107 основных участников из Европы. Понятно, что дети не случайные участвуют в чемпионате Европы. Это ребята из сборных своих стран, юниоров. Вот, и темой почетна вот эта победа. IT-лицею это лето тоже принесло немало побед. Ребята стали победителями различных олимпиад и конкурсов, показав отличные результаты. Так, на полевой ГИА Олимпиаде команда IT-лицея заняла первое место. Интересы олимпиады представляют для меня очень большой, потому что я хочу двигаться в направлении этой научной деятельности. Я хочу стать геологом. Для меня это невероятно интересная наука. А на 9-м национальном чемпионате WorldSkills лицеисты завоевали 4 медали в составе сборной Татарстана. Среди них Гульнас Бадуртинова. У нее второе место в компетенции преподавания в младших классах юниоры. Я проводила фрагмент занятий на волонтерах, так как я еще сама ребенок и не могу проходить на реальных детей. И мне понравилось то, что это было очень интересно. Тем более, это было не как в обычных школах. Необычный учебник и тетрадка с ручкой. Стоит отметить, что новый учебный год IT лицеи встречает в новом статусе специализированного учебного научного центра. СУНЦ – это своего рода супершкола для юных ученых при университете. Мы очень активно вступили в фазу реализации этого гранта. На данный момент у нас готова новая учительская, новая кафе-столовая, входная зона. В течение первого года реализации гранта будут готовы кабинеты учебные. В этом году вступительные испытания в IT лицеи проходили в новом формате. Первый тур состоял из тестовых заданий в очном режиме. Те, кто прошел во второй тур, могли на три дня полностью погрузиться в самую настоящую учебную жизнь лицея. Посещать занятия, участвовать в олимпиадах и кружках. Всего в этом году новых поступивших учеников 83 человека. А вот первоклассников, которые поступили в этом году в университетскую школу, 56 человек. Праздничное мероприятие для них, а также будущих выпускников прошло в актовом зале Елабужского института. Очередной учебный год начинает наша университетская школа. 520 ребятишек сегодня пришли в школу для того, чтобы или начать обучение, или продолжить обучение. Очень много интересных проектов для нового учебного года мы подготовили. Для многих родителей первоклассников было особенно важно, чтобы их дети поступили именно в эту школу. Ведь здесь самый сильный преподавательский состав и отличные возможности для обучения. Отметим, что в этом году образовательная программа университетской школы будет вновь расширена. Здесь впервые откроются профильные классы с углубленным изучением математики, английского языка и IT-технологии. А также продолжится реализация проекта «Ассистент-учителя». Ольга Журкина, Хафиз Гараев, Булат Садыков. КФУ. Итоги недели. Учебный сезон начался и для первокурсников Казанского университета. До последнего абитуриенты ждали приказы о зачислении в университет. Летняя приемная кампания в этом году отличалась от прошлых лет. Это было связано с выпускными экзаменами и получением результатов у 11-классников. Все же пандемия определенным образом сказалась на сроках и единых госэкзаменов и вступительных испытаний. Однако в график уложились все вузы. Более того, многие абитуриенты попали на бесплатные места. И это благодаря расширению бюджетных мест в региональных высших учебных заведениях. В Казанском федеральном университете приемная кампания прошла более чем успешно. Отметим, что заявлений было почти 160 тысяч. Как завершилась приемная кампания в КФУ и какие направления стали самыми востребованными, выяснял Илья Андреев. Одно из главных изменений в новом учебном году – появление еще одного института в составе КФУ. Первых своих студентов принял Институт дизайна и пространственных искусств. Почти 250 человек, в том числе 47 металистов и 9 стабальников, будут обучаться по разным направлениям. Среди них – дизайн среды, интерьера, коммуникативный дизайн и даже моушн-дизайн. Преподавать в институте будут как ученые, так и практикующие дизайнеры и архитекторы. Сам институт, он создавался, основываясь на той идее, что у нас будут научно-прикладные навыки. Мы создали большое количество лабораторий. С 10 сентября у нас уже в Казань-экспо поступит уникальное оборудование, с помощью которого у нас будет функционировать лаборатория дизайна и учислительного производства. Это единственное в России оборудование станет не только проводником в образовательный процесс. С помощью созданных условий студенты смогут зарабатывать, занимаясь параметрическим дизайном. Всего в этом году в Казанский федеральный университет было подано 160 тысяч заявлений. На данный момент уже 12 тысяч студентов зачислено. Приемная кампания выполнена на все 100%. Теперь остается ждать только результатов зачисления иностранных студентов. Приемная кампания в этом году прошла в гибридном режиме. Заявления принимали в очном и онлайн форматах. Абитуриенты также могли подать документы через портал госуслуг или почтовых операторов. Хотелось бы выделить Институт информационных технологий ИТИС. У них очень высокий проходной балл. Он на уровне 86, то есть в среднем по трем экзаменам. То есть это практически 100-бальники дети поступали на бюджетные места. Также лечебное дело, также Институт международных отношений, лингвистика, международные отношения. Институт экономики и управления финансов тоже отличный конкурс, отличные проходные баллы. Самому возрастному абитуриенту этого года 63. Показатели по самому молодому стандартные – 17-18 лет. Приемная кампания для иностранных граждан продолжается до 15 сентября. Так как есть ряд стран, где абитуриенты только сейчас получили выпускные документы об образовании. Те, кто уже зачислен и не смогли приехать, вынуждены начать обучение в дистанционном формате. Но буквально на этой неделе министерство анонсировало, что все иностранные граждане из всех абсолютно стран смогут приехать на обучение в Российскую Федерацию. Собственно, соответствующие документы мы от нашего учредителя уже получили и работа ведется. Основная мысль, собственно, дать возможность всем студентам, которые находятся здесь, учиться очно. И они по прибытию, собственно, проходят ПЦР-тестирование и после этого допускаются к учебному процессу. Все абсолютно студенты, которые находятся на территории РФ, должны обучаться очно. Амин Маниф из Туниса уже завершил подготовительный курс, и сейчас он студент КФУ по направлению международный туризм. Казанский университет выбрал не случайно, говорит он. Говоря о моем первом впечатлении, хочу сказать, что перед тем, как я приехал сюда, много слышал о Казанском федеральном университете. Смотрел разные видео на YouTube. И о нем говорили, что это один из лучших университетов России. После долгого поиска среди университетов России я выбрал КФУ. Когда уже приехал, был очень удивлен, потому что увидел одним счетом тоже, что я отдал. Это большой и красивый университет с прекрасной архитектурой, и все спокойно. Администрация доброжелательная, грамотные преподаватели. Они запустятся о нас, будто мы их дети. Амин Маниф признается, что любит путешествовать, изучать языки, а также уже занимается бизнесом, связанным с туризмом. В его планах создать проект, который поможет жителям Туниса по-настоящему открыть для себя красоту России. По-настоящему открыл для себя Казань, третью столицу России. Здесь комфортная погода и сравнимая с Санкт-Петербург, а также Казанский федеральный университет. В Казани вы найдете много разных блюд. Здесь представлено большое разнообразие религий, национальностей, традиций и культур. Много вещей, которые можно исследовать, попробовать и открыть. Проживание здесь не такое-другое, сравнивая с Москвой или Санкт-Петербургом. Образование в этом университете по-настоящему хорошее, а диплом, который мы получим, международный. И ты можешь поехать в любую страну мира. Поэтому я и выбрал этот университет и этот город. Аброр Аревжанов из Узбекистана. Завершил бакалареат по банковскому делу. Сейчас учится на первом курсе магистратуры по направлению финансовая аналитика. Учебу совмещают с работой в отделе профориентационной работы Института экономики и управления финансов Казанского федерального университета. Впечатления отличные. Настолько, что изначально у меня даже планов не было поступать в магистратуру. И мне нравится как вуз, так и город. Поэтому я принял решение все же продолжить обучение. Аспирантуру не планирую, но, как говорится, все меняет время. Но да, в целом, работа мне нравится. Мне нравится помогать ребятам в поступлении, консультировать их и так далее. Да, я думаю, буду продолжать в том же направлении. В этом году по итогам приемной кампании в Казанском университете количество поступивших стабальников увеличилось. Также был большой набор по абитуриентам, которые поступали без внутренних испытаний. Это победители Олимпиад всероссийского уровня. Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ. Итоги недели. После небольшого перерыва мы вернемся. Далее в программе. Университет в этом году начал реализовывать практически все основные программы. В добрый путь, что предстоит Казанскому университету в грядущем образовательном сезоне. Диплом Гран-при награждается Казанский федеральный университет. Награда из рук президента. Какая разработка КФУ отмечена на Татаростанском нефтегазохимическом форуме? Число иностранных студентов в России растет, несмотря на пандемию. По этому показателю наша страна на седьмом месте после Австралии и Франции. При этом самые популярные среди иностранных студентов в России направления высшего образования – это искусство, точные науки, медицина и биотехнологии. А какие особенности предстоящего учебного года в Казанском университете? А также об открытии новых подразделений мы поговорили с проректором по образовательной деятельности Тимирханом Алишевым. Здравствуйте, Тимирхан Балатович. Здравствуйте. С какими результатами Казанский федеральный университет вошел в новый учебный год? Предстоят ли какие-то изменения в образовательном процессе? У Казанского университета практически каждый учебный год начинается с каких-то новшеств, каких-то новых проектов, которые мы стартуем. Действительно, мы подготовили в течение прошлого учебного года ряд проектов, запуск которых планируется и произошел фактически с сентября месяца. Если говорить о самом базовом уровне, например, о детском саде. Действительно, в этом году университет открыл в структуре университета детский сад. Детский сад непростой, специализированный для детей с расстройствами аутистического спектра. Он будет находиться на Ибрагимово, 85. Следующий уровень образования считается школьным. И действительно, в прошлом году состоялось очень важное событие, наверное, эффекты, которых мы почувствуем уже начиная с сентября. Это придание статуса специализированного учебно-научного центра нашему айтилицею. Буквально в конце весны прошлого года он этот статус получил. Вместе с существенным объемом средств на свое развитие в течение следующих трех лет. Летом проходили ремонтные работы. Часть из них продолжается и в эти дни. И действительно, очень большие амбициозные задачи, связанные с олимпиадной подготовкой, связанные с поступлением ведущего университета, прежде всего в Казанский федеральный университет, выпускников СУНЦА, тоже они стоят. Следующий этап – система высшего образования. Здесь тоже есть новшества. Это новый институт, который мы в этом году открываем. Институт дизайна и пространственных искусств. Это действительно очень интересный проект, инициатором которого был ректор нашего университета. Действительно, программы образования в сфере креативных индустрий сегодня являются одним из самых популярных, конкурентных на мировом уровне. И в итоге получается, что университет в этом году начал реализовывать практически все основные программы образования, которые вообще существуют в классификаторе. Вы знаете, что в этом году было увеличено количество бюджетных мест в университет, достаточно серьезно, практически на 1200. Больше бюджетных мест в этом году получили, чем в прошлом году. В основном эти бюджетные места распределялись по таким наиболее социально востребованным направлениям, связанным с педагогикой, с медициной. Обычно говорят, с увеличением бюджета должен по логике математической снижаться средний балл ЕГЭ. А мы его смогли не только сохранить, но и поднять. Практически на полтора балла вырос средний балл ЕГЭ, поступающих на бюджетные места. И вот общий объем приема на бюджет, он такой относительно рекордный. Вот для новейшего времени университета уже в последние пять лет 7164 человек у нас поступило на бюджетные места. А вот эти изменения в приемной кампании, как отразились на общем количестве студентов? Их стало больше? Ну, если говорить об общем количестве обучающихся в университете, то мы начинаем год с 55 тысячами обучающихся на всех уровнях образования. Еще раз повторюсь, начиная с детского сада, заканчивая программной аспирантурой. Мы сейчас, поскольку еще продолжается прием студентов, если говорить о чисто студенческом контингенте, это порядка 51 тысяч. Что касается лета, в это время Казанский федеральный университет активно работал в области сотрудничества с другими государствами. Это мы вспоминаем, что подписано постановление о создании филиалов КФУ Джезаки, также вхождение в консорциум российско-африканского сетевого университета. Вот как в этих подразделениях планируется строить образовательный процесс? Ну, если по порядку, давайте начнем с, действительно, Узбекистана. Постановление вышло летом, но это не значит, конечно, что работа проходила именно этим летом. Она шла, наверное, на протяжении последних полутора лет. И такой основной, наверное, толчок был дан во время приезда премьер-министра страны к нам в Казань, в рамках которого стояла встреча с президентом республики Татарстан, который принимал участие ректора нашего университета, высказал, еще раз повторил готовность нашего университета работать в данном направлении. Безусловно, это инициатива ректора, она сразу же нашла поддержку с узбекской стороны. Ну и задача, которая поставлена, это начать работу филиала с будущего учебного года, с 22-23-го. Но фактически прием по программам на филиал, филиал уже происходит в этом году, потому что мы совместно с филиалом Национального университета Узбекистана в городе Джизаке уже начали реализовывать совместные программы, учащиеся которых со временем будут переведены именно в открывающийся филиал. Важно отметить, что узбекская сторона берет на себя все расходы, связанные с созданием филиала, закупке оборудования, закупке мебели, создание необходимых условий в общежитиях и так далее. То есть фактически они берут на себя все основные материальные расходы, связанные с созданием филиала. Это еще раз говорит о заинтересованности узбекской стороны. Вторая тематика, которую вы отметили, это Российско-Африканский сетевой университет. Это инициатива, которая прорабатывается гораздо меньше по времени. Она буквально была озвучена и начала реализовываться последние, наверное, 2-3 месяца. Это действительно консорциум университетов, российских университетов, которые предлагают определенные образовательные программы нашим африканским партнерам. Мы так плавно подошли к четвертому вопросу об иностранных студентах. Хотелось бы узнать, у всех ли есть возможность начать обучение уже в очном формате или остаются вопросы? У нас на 1 сентября считали 9,5 тысяч иностранных студентов. Сейчас зачислено порядка... На 1 сентября было зачислено на все формы обучения порядка 1400 ребят из иностранных государств. Это первокурсники. Они в этом году очень много поступают у нас не только на бюджет, но и на... Не только на контракт, но и на бюджет, но снова прошу прощения. Дело в том, что в этом году ребята смогли распробовать вариант поступления в статусе соотечественников. Многие из них оформляют эти статусы соотечественников и участвуют в конкурсном отборе на бюджет. И в этом смысле увеличение количества бюджетных мест тоже помогло им, увеличило шанс. Сегодня мы можем сказать, что в принципе заезжать могут студенты из всех стран. Так или иначе, потому что соответствующий алгоритм был принят правительством Российской Федерации. Но порядок физического въезда, он связан безусловно с авиасообщением прежде всего. Заезжать можно через третьи страны, заезжать можно с использованием каких-то чартерных рейсов, которые случаются в том числе и с закрытыми странами. Есть этот порядок, который у нас сейчас размещен на сайте нашего университета. Вы знаете, что мы один из тех университетов, который с февраля месяца осуществлял вакцинацию иностранных граждан при поддержке региона. Благодарность этому, наверное, президенту нашей республики, который поддержал инициативу Совета ректоров в этой части. Примерно до середины июля эта вакцинация продолжалась. Далее она была несколько приостановлена. И вот сейчас мы ожидаем возобновления этой вакцинации. Иностранные студенты смогут на безвозмездной основе эту вакцинацию пройти. Вакцина «Спутник Лайт» в поставке этой вакцины ожидается в короткое время в республике Торстан. Спасибо большое вам за интересную беседу. Отличные новости для иностранных студентов. Спасибо. Накануне начала учебного года представители Казанского федерального университета получили награды за заслуги перед республикой. Церемония награждения прошла в Казанском Кремле. Госнаграды ученым вручил президент Татарстана Рустам Мениханов. Это директор высшей школы госуправления Игорь Привалов, заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Евгений Султанов, заведующий кафедрой высоковязкой нефти и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий Алим Кемалов. О том, каких еще наград был удостоен университет и главные события недели в нашем дайджесте. На этой неделе КФУ посетил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. О стратегии развития педагогического образования в КФУ ему рассказал ректор Ильшат Гафуров. Петр Кучеренко дал высокую оценку научно-методическому и информационно-технологическому оснащению образовательной среды в университете и отметил комфортные условия для подготовки будущих педагогических кадров. Также на базе университета он провел совещание с ректорами вузов и руководителями научных организаций республики. Одной из главных тем встречи стало участие вузов Татарстана в программе «Приоритет 2030». Лучший экспонат, проект или техническое решение? Такую награду вручили Казанскому федеральному университету на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Награду от президента республики Рустама Миниханова получил ректор Ильшат Гафуров. Диплом присужден за разработку программного комплекса «Гиснейра-2.0». Это проект на основе машинного обучения, направленного на обработку геофизических исследований нефтяных скважин. В институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялась первая торжественная церемония вручения дипломов ординаторам. Поздравили выпускников ректор Ильшат Гафуров и заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов. Дипломы получили 67 специалистов по 23 направлениям. Вручим дипломы людям, которые посвятили свою жизнь в самой, наверное, благородной профессии, о чем мы более полно стали понимать в последнее время с распространением вот этой вот пандемии, COVID-19. И когда все начали, как на Бога, смотреть на врача и ждать от него помощи. Елабожский институт КФУ посетила делегация из Киргизской республики. С университетским комплексом гостей ознакомили ректор университета Ильшат Гафуров и директор Елабожского института Елена Мерзон. В ходе встречи стороны обсудили возможные варианты сотрудничества по различным направлениям, в том числе в области совместных образовательных программ. Казани делегация из Соломбеков университета осмотрела учебные кампусы столичных институтов. За сушенному верить. Такая выставка открылась в музее КФУ имени Лобачевского. Экспозиция рассказывает о людях, которые попали в условия репрессий и несправедливости. Ее создавали на протяжении девяти месяцев. Также она дополнена экспонатами из растений. В проекте участвуют гербарии университетов Воронежа, Санкт-Петербурга, Перми и Москвы. Растения собраны из более чем 40 локаций. Выставка будет открыта до 8 ноября. Выставка о растениях, которые сушат, они становятся гербарием, их сохраняют как память в книжке, отправляют засушенные цветы в письмах. Но это не так. Растения в данной выставке стали свидетелями очень важных событий. Событий, связанных с несвободой и насилием над человеческой личностью. В России завершилась пилотная программа развития студенческого туризма. В проекте мог принять участие любой студент российского вуза. От Казанского университета 12 студентов смогли посетить разные регионы, увидеть, как живут и учатся их сверстники в Северной Осетии или, например, в Ростовской области. С одним из таких студентов-активистов мы сегодня и пообщаемся. Это магистрат юридического факультета Дарья Корягина. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. И сразу хотелось бы узнать, в каком городе вы побывали этим летом? Этим летом мы побывали по программе студенческого туризма. В городе Ростов-на-Дону встречал нас Южно-Федеральный университет. А какие у вас самые яркие впечатления от Ростова-на-Дону? Самые яркие впечатления – это второй день, который мы провели в Ростове-на-Дону, когда нас встретили представители Южно-Федерального университета, провели экскурсию по исторической части Ростова, где можно отметить, что ростовские улицы отличаются своим колоритностью. Можно увидеть на улице как и разрушенные здания, так и новострою. А удалось ли вам попробовать раков? Потому что когда я был в Ростове, я, если честно, не успел. Нет, мы не успели, правда, тоже. Слишком насыщенная программа. Да, три дня прошли очень насыщенно. А вам было интересно пообщаться с представителями другого федерального университета? О чем говорили? Да, мы пообщались с представителями Южно-Федерального университета, именно со студентами, говорили, так как мы ездили в творческой компании, говорили о творчестве, о том, как оно развивается у них, что они, какие мероприятия проводятся студентами. Ну, все в рамках нашей профессии тогда. Понятно. А как вы попали в программу? Потому что, мне кажется, для многих наших зрителей, студентов это будет интересно. Ну, можно поехать индивидуально или организованной группой. Например, мы ездили организованной группой от университета, то есть университет нам оплатил проживание, проезд и часть питания. Можно поехать самим, подав заявку на сайте студенческого туризма. И связаться с представителями. Все контакты также есть на сайте. И купить билеты. А какое время занимает весь этот процесс, этот механизм? И вообще, как пришла вам в голову эта идея? Мы увидели на сайте КФУ о том, что запускается данная программа, и решили попробовать. И дальше поступило предложение от студенческого клуба Казанского федерального университета. Процесс организации занял не более недели. А если программа студенческого туризма продлится на зимние каникулы, или, например, на следующее лето вы примете участие? Да, конечно, если будет возможность. Хотелось бы посетить Калининград, эту частичку Европы, России. А еще куда хотелось бы? Куда есть вообще возможность? Ну, сейчас количество вузов, которые часто в программе пополняются, то есть от 15, которые мы начинали, стало 18. Наверное, еще бы можно, ну, как вариант, который можно рассмотреть, это Владивосток и Красноярск. Больше туда, в ту часть. Спасибо вам большое за интересную беседу. Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. В этом был уверен Ян Каменский, чешский педагог-гуманист и писатель. На этом мы завершаем нашу программу. Встретимся через неделю с успешным началом нового учебного года. Новых открытий! Новых открытий! Новых открытий! Новых открытий! Новых открытий! Новых открытий! Новых открытий!